АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, дорогие друзья! Очень рад видеть вас всех, мы рады, счастливы, и для нас это честь, что мы тут находимся, и чудесную музыку внимательным слушателям будем исполнять. Я буквально несколько слов скажу по тем сочинениям, которые мы будем играть. Вообще двухрайонный жанр — это не самый распространенный жанр камерных ансамблей. И не так много музыки написано для двухртепианных, хотя она без сомнения есть, абсолютно гениальные авторы писали для двух роялей. Вообще в залах не очень часто можно встретить два рояля одного уровня, или два рояля хотя бы приблизительно одного уровня, если вообще есть два рояля, то же счастье. Вот поэтому и не так часто все это звучит по нашей стране, да и по зарубежью тоже. Вот эта постановка рояля, она изначально такой не была. А изначально партипианные дуэты играли вот так сейчас, как стоит первый рояль, и сразу за ним стоял второй рояль. Абсолютно вот, абсолютно так же. Но в какой-то момент у слушателя возникало ощущение, что тот человек, который сидит за вторым роялем, он вообще какую-то второстепенную роль выполняет. Сел там, спрятался, его не видно, не слышно. Вот, поэтому в какой-то момент времени вот так вот балетом поставили рояль, и тут, может быть, там не самый красивый вид вот этой крышки, очень красивый инструмент, но тем не менее, два солиста сидят, и зрители очень хорошо видно каждого из них. Вот. Теперь по музыке. Сергей Васильевич Рахманинов, наш дорогой, горячо любимый, мне кажется, что нет русского человека, который не знает этой фамилии. Ну и без сомнения, не музыканты, даже люди далекие от музыки, я думаю, что с детских лет так или иначе слышали тему из первого концерта Чайповского, «Симова России», и, конечно, слышали тему из второго концерта Рахманинова, это тоже символ России, этот колокольный набат, который начинается. Это последний русский романтик, это человек, который очень хорошо знал Чайповского, который его благотворил, и, конечно же, в его музыке все те лирические, интимные интонации Чайповского, они нашли отражение в его музыке. Это был человек с очень непростой судьбой, это был человек, которому пришлось покинуть горячо любимую страну. Потом, когда стало понятно, что назревают большие-большие перемены, Сергей Васильевич ехал и больше никогда не вернулся, хотя обожал Россию. Что характерно, когда бой стоял на границе, он вышел, взял горстку земли, с собой увез и присел и землю поцеловал. А потом он, когда шла мировая война, он не раз играл концерты и гонорары, пересылал нашим бойцам. Ну, не нашим бойцам, а помощь нашим бойцам, пересылал в Россию. Вот. Симфонические танцы изначально назывались фантастические танцы. Это три большие картины достаточно, очень разные. Это последнее сочинение Рахманинова, совсем последнее сочинение. Он его написал в очень сжатые сроки. Ему понадобилось меньше двух месяцев. А полотно очень большое. Это трехчастная пьеска, проект «Сорока минут» идет. Подразумевалось, что эти пьесы рассказывают о дне, сумерках и ночи. И, ну, по воспоминаниям, Рахманинов имел в виду, что это три стадии, три времени человеческой жизни. День, сумерки и ночь. Это все понятно. Будучи очень религиозным человеком, уже одно то, что «Сеночная», очень известное, тоже, полотно было написано, без сомнения, мы церковные мотивы услышим. Даже из «Сеночного» знаменный распев в последней пьесе взят за, ну, не за основу, но взят одну из таких знаменательных, знаковых тем. И напевность, и русская душа, и все на свете. И, конечно, как каждый русский человек, я про Кофе, я тоже буду рассказывать, мы все растем на сказках. Поэтому, естественно, и Рахманин тоже обожал сказки, он писал эти картины. Сказочные образы везде абсолютно проглядывают. И тут будет слышна и бесовщина, и тьявольщина, и все на свете. Это вы все услышите. Каждая из этих пьес очень развернута. И тоже вы это услышите, значит, имеет большой основной эпизод, потом серединку, совсем в другом русле написанную, и потом возвращение, репризу этого основного эпизода. Ну, а теперь, я думаю, что просто наслаждайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Звучит 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 музыка